Я был уверен, что Павла назвали в честь Павла Кондратьевича. Может быть, Олег Павлович внутри так формулировал? Это фотография военного периода. Это он начальник санитарного поезда 4187. Да, у вас же большая медицинская семья. И мама рентгенолог, и папа врач, а сын вдруг решил... Я когда читал стихи лежачим больным, мама была заведующим корпусом, и когда я кончал читать, они дружно вставать не могли, они лежачие были. Тумбочка долго там добывали. Самый дорогой был этот кусочек рафинада, они были в махорке. Но это самая, пожалуй, повыше награда-то, нежели то, что там на пиджаке. Вот это я хочу, чтобы фотографии посмотрели дети и попытались угадать, кто изображен Мария Олеговна. Что это за фотографии, потом брату передать, чтобы он писал. Мария Олеговна, никаких ассоциаций совершенно. Интересно. Оказывается, и отец... Мы не молчать. И отец, и я, и Пашка родились в августе. А это, я думаю, из Саратовского дворца пионеров. Да, это Элли Нодель. Это Слав Каниферов, царство его небесное. Это драм-кружок, да? Да. А вы помните, как вас взяли в драматический кружок? Меня не в драм-кружок брали. Чтобы уберечь меня от пагубного влияния улицы, мама отвела меня в шахматный кружок. Я там сделал некоторые успехи. Наслужился до третьего разреза. Да, Павел Олегович, а вы играете в шахматы? Я проигрываю, Олег Павлович, в шахматы. Ну, это понятно, это премия. Но Олег Павлович еще в танцевальный кружок ходил. Ты в драматический попал уже из танцевального или из шахматы? О, из танцевального. Это там любимая была в танцевальном. Ну, ты же танцевал. Ну, я танцевал просто потому, что любил ее. А так я бы, наверное, не смог. В любви! Знай боги свою! В этом деле, как в бою, пишет галант их не веду! А вы сможете произнести фразу пролетарии всех стран соединения? Пролетарии всех стран, объединяйтесь. Вам вот, я думаю, сухостава не взяла. Так я за это и был принят в драм-кружок. Кризис кадровый испытывал, так сказать, драм-кружок. И Наталья Осина пришла к нам. Посмотрела на нас. Стояло человек, наверное, 12 на сцене. Сказала. Ну, вот ты, мальчик. Ну, скажи! Пролетария, все отсоединяйтесь! Я сказал. И она сказала, ну, голосишка, конечно, так себе. Ну, ладно, возьму. Товарищи! Всенародный театр-эксперимент искусства революции! Боссом начинает бесплатное представление!